Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще до сих пор не подписались, рекомендуем это сделать. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры на машины. В формате техническом, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Те из вас, кто уже давно нас смотрит, знают, что компания RDM Import занимается продажей поддержанных автомобилей в городе Новосибирске. Но в последнее время все чаще и чаще к нам попадают автомобили свежие, а то подчас и вообще новые, чей пробег на одометре не превышает отметки в 30-40 километров. Один из таких примеров новых автомобилей в нашем сегодняшнем обзоре. Речь пойдет про компактный кроссовер от корейского концерна Hyundai. Машина новая, дебютировала не так давно. Давайте посмотрим на примере этого автомобиля, что представляет собой кроссовер B-класса от корейцев. Встречайте, Hyundai Bayon. Кроссовер Hyundai Bayon – это новая модель. Автомобиль дебютировал в 2021 году и продолжает выпускаться по настоящее время. Никаких рестайлингов эта модель еще по факту не дождалась. Что представляет собой данный автомобиль? По сути, это кросс-версия Hyundai i20 с увеличенным клиренсом и дополнительными пластиковыми обвесами по кузову. Автомобиль этот предназначался прежде всего на европейский рынок. Отсюда и линейка агрегатов, которые представляют собой малообъемные моторы. Бензиновые двигатели объемом 1, 1,2 и 1,4 литра. Младший в линейке агрегат имел турбонаддув. Что касается коробок передач, в зависимости от мотора, трансмиссии здесь могли быть как чисто механическими на 5 либо на 6 ступеней, так и автоматическими. Причем тоже в двух вариантах. Либо классический гидромеханический автомат, либо роботизированная 7-ступенчатая коробка с сухими сцеплениями. На данном автомобиле 2022 года выпуска установлен бензиновый двигатель 1,4 на 100 лошадиных сил. Коробка передач 6-ступенчатая автоматическая, ну а привод только передний, каким собственно он и был на всех представителях данной модели. При взгляде со стороны становится видно, что кроссовер Hyundai Bayon это достаточно компактная, удобная в городе машина. Габаритные размеры автомобиля. Длина 4 метра 18 сантиметров, ширина 1,77 метра, высота 1,49 метра. Колесная база при этом составляет 2 метра 58 сантиметров. Автомобиль получился при этом довольно легким. Снаряженная масса 1130 килограмм. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, на этом автомобиле разброс показаний толщиномера лежит в диапазоне от 90 до где-то 130 микрон максимум. И это, естественно, заводской окрас. По традиции обзор автомобиля внутри начинаем с багажного отделения, тем более, что такие машины зачастую используются как единственный автомобиль в семье. Доступ в багажник нам открывает довольно увесистая крышка. На первый взгляд можно подумать, что она имеет стеклянный вставыш, но нет, это просто обычный пластик. Багажник по каталогу имеет объем в 411 литров, но даже поверхностного взгляда сюда будет достаточно, чтобы понять, что это не так уж и много. Багажник на самом деле довольно плоский, то есть высота здесь небольшая, минимальная, на вскидку это что-то около 40 сантиметров до полки, не больше. При этом в багажнике имеется фальшпол, под который можно спрятать какой-то негабаритный груз. И внизу под вторым фальшполом у нас докатка. Также пенопластовая емкость, где размещен весь штатный инструмент, а именно баллонник, буксировочная петля и домкрат. Что касается каких-то дополнительных удобств в этом багажнике, здесь по большому счету не о чем говорить. Присутствуют на фальшполу крючки для фиксации груза, есть также дополнительный ремешок для фиксации груза. В нише справа сюда можно поставить либо какую-то бутылку, либо похожую емкость. И два крючка отформованы в самих боковых панелях. По большому счету все дополнительного освещения здесь производитель не предусмотрел. Если же 411 литров до полки вам будет мало и вам будет нужно перевести какой-то очень габаритный длинный груз, вы можете сложить спинки заднего сидения. Сделать это благодаря небольшой длине багажника можно и отсюда. И в этом случае полезный объем увеличится до практически 1100 с небольшим литров. Правда, ровного пола вы в любом случае не получите. Небольшая ступенька будет присутствовать. Ну а теперь про салон Hyundai Bayon. Что касается первого впечатления. Попадая в этот автомобиль, обращаешь внимание на общность корпоративного стиля во всех машинах Hyundai. Если вы хоть раз прокатились на Крете или, скажем, в новом Солярисе, все здесь будет вам по большому счету знакомо. Что касается пространства. Это компактный кроссовер. Ожидать здесь прорвы места вокруг было бы опрометчиво. Но, тем не менее, какой-то зажатости и стеснения здесь нет. При этом стоит отметить, что сидения у этого автомобиля достаточно плотные. Они не твердые, они именно плотные. В него не проваливаешься. Плюс в этом сидении присутствует довольно ярко выраженная боковая поддержка под спину. Это очень радует. Что касается регулировок. При моем росте 1,86 м, мне удалось довольно быстро подобрать здесь хорошую посадку. По регулировкам. Рулевая колонка имеет механическую регулировку, но при этом в очень большом диапазоне, на самом деле. Как по наклону, так и по вылету. Что касается регулировки водительского сидения. Если я отодвину его до упора назад и при этом опущу максимально вниз, что будет соответствовать уже не вполне комфортному ездовому положению, потому что мои глаза оказываются на уровне верхнего среза приборной панели, я спокойно вытягиваю левую ногу до прямого угла в колене. И при этом вытянутым носком я не могу коснуться пола. Так что людям большого роста в этом автомобиле в любом случае удастся подобрать для себя хорошую удобную посадку. Что касается материалов отделки салона. Автомобиль, как мы видим, новый, поэтому весь в целлофане. Салон здесь тканевый, черного цвета. Интересная фактура материала на самом деле, но ткань на ощупь достаточно грубая. Вполне возможно, это отобьется за счет практичности и очень медленного износа. Что касается клавиш и органов управления в целом. Под левую руку на подлокотнике у нас присутствует блок управления электрическими стеклоподъемниками. Причем водительское стекло имеет авторежим на подъем и на опускание. Здесь же боковые зеркала, которые можно сложить и регулировать с электроприводом. Слева от руля небольшой блок клавиш, где в нашем случае располагается корректор фар в виде поворотной рукояточки. Также клавиша включения подогрева руля. Здесь он присутствует. Клавиша калибровки системы мониторинга давления в шинах. И клавиша выключения системы стабилизации. Подрулевые переключатели находятся на своих местах. Пользоваться ими удобно. И, кстати, здесь достаточно дорогое впечатление от того, как они срабатывают. Дешевых пластмассовых щелчков при включении нет. Опять же, тянуться к ним не надо, они под рукой. На рулевом колесе с левой стороны блок клавиш управления мультимедийной системой и подключенным по Bluetooth протоколу телефоном. С правой стороны меню бортового компьютера и круиз-контроль. В этом автомобиле он также присутствует. По центру огромный экран мультимедийной системы, на которой можно при желании вывести картинку с камеры заднего вида при включении заднего хода, разумеется. Здесь же внизу панель управления климат-контролем. Панель довольно стандартная по дизайну вроде бы, но при этом пользоваться ей удобно. Температура и скорость вентилятора регулируются при помощи удобных тумблеров, ну а внизу мы можем выбирать режимы работы климата и режимы обдува. Внизу 12-вольтовая розетка и два USB разъема. Здесь же клавиши управления подогревом передних сидений, клавиши включения-выключения парктроника и, собственно говоря, все. Все. Селектор коробки передач в целом привычный, удобный, хорошо лежит в руке. Здесь есть курок блокировки, а также присутствует клавиша, именно клавиша аварийной разблокировки селектора при выключенном двигателе. Что касается опоры под локти, то в данном случае у нас есть как центральный подлокотник, под которым скрывается довольно неглубокий и небольшой по размеру бокс, так и удобный подлокотник на дверной карте. Кстати, в данном случае отделами чем-то напоминающим кожу. По средине, по части подстаканников и полочек у нас есть два подстаканника и небольшая полка, куда можно положить мобильный телефон средних размеров. Также присутствует штатный бардачок, не очень глубокий, но под документы вполне себе пойдет. Также внизу дверных карт есть карманы, передняя часть которого отформована под небольшую бутылочку. Что касается обзорности в этом автомобиле, по обзорности вперед, по большому счету, вопросов нет. Да, панель на мой вкус высоковата, угол наклона ее тоже весьма своеобразный, но линия остекления здесь не такая уж и узкая, в принципе, как на любой другой современной машине. Капот, конечно, невидимка, к нему придется привыкать. Линия бокового остекления на этом автомобиле далеко не самая низкая и в целом ощущения зажатости или нахождения в блиндаже здесь нет. Что касается боковых зеркал, вот к ним на самом деле есть определенные вопросы. Они могли быть и побольше по площади, плюс зауженная форма. Для езды в городе их может быть кому-то недостаточно. В любом случае привыкать к ним придется. Ну а обзорность назад, естественно, обеспечивает камера и большой монитор. Так что с этим тоже вопросов нет. Ну а теперь давайте поговорим про силовые агрегаты Hyundai Bayon. Что касается начинки подкапотного пространства этих кроссоверов, здесь могли располагаться три варианта бензиновых моторов. Вернее, три варианта по объему. Первый двигатель, однолитровый, базовый, носил индекс G3LE или G3LF, в зависимости от степени форсировки. Была версия на 100 лошадиных силы 172 ньютона метра, которая работала в паре с механической шестиступкой, либо версия на 120 лошадей и 200 ньютона метров крутящего момента, которой в пару полагалась роботизированная коробка. Этот двигатель относится к современному семейству, коммерческое наименование SmartStream. По конфигурации это три цилиндра в ряд. Блок алюминиевый, головка блока цилиндров имеет 12 клапанов. Гидрокомпенсаторы присутствуют, зазоры регулировать не придется. Привод ГРМ цепной. Используется пластинчатая цепь Морзе, и ее ресурс, к сожалению, далеко не безграничен. Как правило, рубеж пролегает по отметке около 100 тысяч километров пробега. Естественно, на обоих распредвалах присутствуют фазовращатели. Также трехцилиндровый мотор имеет турбину и непосредственный впрыск топлива, что, соответственно, обуславливает его привередливость к качеству Онова, высокому октану, а также к склонности обрастать нагаром. Речь идет, конечно, про клапанный механизм в первую очередь. Зато этот двигатель демонстрирует очень интересные показатели топливной экономичности, хорошую динамику, ну а ресурс этого мотора около 220 тысяч километров пробега. Опять же, машины пока еще новые, и к таким пробегам массово не приблизились. Что касается масляного сервиса, объем заливаемого в этот движок масла не очень большой, 3,6 литра, вязкость 0,20, но его интервал замены должен быть сокращен до разумных хотя бы 5000 километров пробега. Следующий по объему мотор в линейке – это Г4ЛФ. Объем 1,2 литра, но по конфигурации это уже рядная четверка, плюс один цилиндр. Мощность этого агрегата – 84 лошадиные силы, а крутящий момент – 120 ньютон-метров. Этот движок не имеет турбины. Здесь самый обычный распределенный впрыск топлива, цепной привод ГРМ и наличество гидрокомпенсатора. По этому мотору можно сказать следующее. К бензину такой двигатель уже не столь привередлив, хотя масло сюда все еще заливается жидкое 0,20, объем 3,6 литра, но менять его можно уже немножко пореже, хотя бы 7-8 тысяч километров пробега. Этот двигатель относится к классу Евро-6, то есть мотор современный. Выпускается он с 2020 года. Сочетается такой мотор сугубо с механической пятиступкой, без каких-либо вариантов. А его ресурс порядка 250 тысяч километров. Но если вы ищете машину с автоматической коробкой передач, а не сроботизированной, например, то ваш выбор будет очевиден. Это наш случай. Данный двигатель носит наименование G4LC, и это тот движок, который вы обнаружите под капотом современных Kia Rio или Hyundai Solaris. Объем мотора 1,4 литра. Рядная алюминиевая четверка, 16-клапанная голова, два распредвала с фазовращателями, гидрокомпенсаторы. Есть привод ГРМ цепной, цепь здесь ходит побольше, порядка 200 тысяч километров до появления первых признаков необходимости замены. Впрыск топлива самый обычно распределенный, а бензин, в принципе, то низкооктановый. 92-й здесь вполне себе допустим. Объем заливаемого масла 3,7 литра, а вязкость масла 0W30 либо 5W30 по ситуации. Интервал замены 8 тысяч километров. Мощность этого двигателя 100 лошадиных сил. Здесь 133 ньютонометра крутящего момента, а из элементов, усложняющих конструкцию, впускной коллектор переменной геометрии ВИЗ. Кстати, на этом поколении моторов компания Hyundai все-таки доработала поршневую, добавив сюда маслофорсунки для охлаждения, а также переработав выпускной коллектор, что затруднило попадание крошки из катализатора в поршневую группу. Что, соответственно, положительным образом сказалось на ресурсе всего агрегата в целом, который в данном случае может превысить 300 тысяч километров пробега. Что касается каких-то проблем, на этих довольно распространенных моторах есть некая картина, но в целом по движкам с надежностью все в порядке. Да, некоторые отмечали появление расхода масла на угар на больших пробегах свыше 150-200 тысяч километров, но, скорее всего, связано это с залеганием и закоксовыванием колец, вследствие длительных интервалов замены масла, которые официальные дилеры определяют чуть ли не в 15 тысяч километров пробега, что много в тяжелых условиях эксплуатации, к которым относится практически любая эксплуатация в нашей стране. Что касается коробок передач, на этих машинах устанавливалось аж 4 разновидности КПП, не считая дополнительных гибридных модификаций. По коробкам передач здесь картина следующая. Первая трансмиссия – это роботизированная КПП. Индекс D7GF1 – это семиступенчатый робот с сухими сцеплениями, двойными сцеплениями. Когда эта коробка исправна, ее присутствие на борту вы практически не заметите. Переключения происходят быстро и плавно, хотя на автомобилях ранних лет выпуска, а коробка эта применяется на машинах Hyundai KIA с 2015 года, были нарекания, которые, как правило, устранялись прошивкой. К плюсам этой коробки стоит отнести маленький объем заливаемого масла, менее 2 литров интервала у замены, около 90 тысяч километров пробега. Но есть нюанс. Если вы смотрите подобную машину, а такие КПП будут сочетаться только с 1-литровым турбомотором, имейте в виду, самый нелюбимый для подобных трансмиссий режим движения, это как раз городская толчия, когда на скоростях, близких к пешеходным, и происходит усиленный износ компонентов сцепления, включая выжимные подшипники. Так что ресурс сцепления в некоторых случаях на этих коробках не дотягивал до 60 тысяч километров. Так что при покупке подобного авто особое внимание на состояние коробки и сцепления в целом, а лучше вообще показать подобный автомобиль официальному дилеру. Что касается механик, здесь стояло две разновидности механических КПП. М6 CF1 шестиступка для турбомоторов и М5 EF2 для обычных вариантов на 1.2 моторе. Что касается ресурса коробок, на самом деле, в целом, это довольно неплохие КПП. Шестиступка будет повыносливее. В основном проблемы, связанные с этими трансмиссиями, относятся к механизму переключения кулиса и тросовый привод. И то, как правило, наступают на пробегах свыше 200 тысяч. Проверяется это все элементарно. На тест-драйве невозможно не заметить неправильную работу механизма переключения. Компоненты сцепления служат в среднем около 100 тысяч плюс-минус. И опять же, на их срок службы будет сильно влиять режим эксплуатации автомобиля и умение водителя работать левой ногой. Объем заливаемого масла здесь небольшой. И в одну, и во вторую коробку входит что-то около 2 литров. Интервал замены раз в 90 тысяч километров. При осмотре подобных автомобилей крайне желательно убедиться в отсутствии гула со стороны подшипников МКПП. Ну и плюс, если говорить про пятиступку, она не очень любит динамичной езды. Особо рьяные владельцы исхитрялись приговаривать эти коробки вплоть до замены дифференциала. Но вряд ли это получится сделать с соседствующим в данной модели автомобиля 1.2 мотором. С мотором 1.4, как в нашем случае, соседствует классический гидромеханический автомат А6 GF1. Это шестиступка, которую вы можете обнаружить под капотом Соляриса, либо Киа Рио. Автомат на самом деле достаточно надежный. От своих детских болячек, по большему счету излеченный, на современных машинах трансмиссии эти служат долго, но боятся перегрева и грязного масла. Масло сюда заливается больше 7 литров, а замену его необходимо осуществлять каждый 50 тысяч километров пробега. Коробки эти также рассчитаны на спокойную эксплуатацию. Машина не гоночная, резких стартов газ в пол они не любят, как и длительные пробуксовки. Но в целом, если не добивать трансмиссию целенаправленно и вовремя менять жидкость, то есть избежать проблем с засорившимися каналами в гидроблоке, данная коробка отработает под 300 тысяч километров, причем сделает это довольно спокойно. Ну а теперь давайте посмотрим, что представляет собой этот автомобиль снизу. В данном случае ходовая часть этой машины построена по классическому для легковых автомобилей принципу. Передняя подвеска здесь типа Макферсон, без каких-то дополнительных сложностей. Что касается внешнего вида, все здесь в принципе выглядит довольно неплохо, основательно. Шаровые опоры в данном случае, по идее, по задумке производителя, меняются у нас вместе с рычагом, но никто не мешает это дело перепрессовать. Стабилизатор поперечной устойчивости присутствует. Доступ к нему по современным традициям здесь не очень хороший. Скорее всего, для замены, например, втулок стабилизатора придется частично демонтировать и опускать подрамник. Ну а в целом каких-то нареканий по новому автомобилю здесь, естественно, нет. Кстати говоря, самая низкая точка кузова в данном случае это пластиковая защита моторного отсека. До нее около 180 сантиметров. Пороги передний бампер находятся выше этой отметки. Кстати, находясь под автомобилем, можно обратить внимание на качество антикоррозийной обработки. Антикоррозийка нанесена очень эпизодически. Большая часть днища автомобиля ей не закрыта. Напылена она реально в некоторых местах. Конечно, побольше ее на порогах, но в центральной части кузова мы видим просто практически везде окрашенный металл. В задней части автомобиля мы видим 40-литровый топливный бак. Бак в данном случае у нас пластиковый. Горловина его также пластиковая. И, соответственно, вопросов по коррозии всего этого хозяйства у владельцев подобных моделей явно не будет никогда. Задняя подвеска простая, так же, как и на Солярисе. Она зависимая. Здесь используется самая обычная балка. Два сайлинблока, втулки на амортизаторах и пружина. Собственно говоря, выходить из строя здесь нечему. Кстати, ручник на нашем экземпляре самый обычный тросовый, без всяких электронных компонентов. Ну, а тормоза на этом кроссовере у нас в круг дисковые. Что касается задней части кузова, стоит отметить также скромное количество заводского антикора. В основном он здесь только на сварных швах по кузову. Ну, и практически лежащую в габарите заднего бампера выхлопную систему, которую вы явно не оторвете, даже если поедете на бездорожье. Таким мы увидели сегодня кроссовер Hyundai Bayon 2022 года выпуска. Напоминаем, это новый автомобиль, чей пробег на одометре всего 40 километров. Здесь 1,4 литра на 100 лошадиных сил, шестиступенчатый автомат и передний привод. Если у вас уже есть такая машина, на которой вы катаетесь достаточно долго, и вам есть чем нас дополнить и в чем нас поправить, пропишите это в комментариях. Ведь людям, которые выбирают себе подобную машину, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Ну, а если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который оказался сегодня на нашем подъемнике, есть весьма приличный шанс, что к моменту выхода видео машина все еще будет в продаже. В компании RDM Import в городе Новосибирске всю интересующую вас дополнительную информацию можете уточнить, воспользовавшись контактным телефоном в описании под видеороликом. Звоните, пишите на WhatsApp. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться, если наш обзор вам понравился. И до новых встреч на канале. Пока!